Казахстанские птицеводы просят помощи у государства. Засилие, серого импорта и недостаточная поддержка плохо сказываются на всей отрасли. О своих проблемах производители напрямую рассказали министру сельского хозяйства, который с рабочим визитом посетил птицеводческие предприятия Акмолинской области. Мой коллега Юрнур Дужанов расскажет подробнее. Окорочка предположительно американского происхождения. Соответственно, если вы их положите и растопите, то где-то процентов 20-30 это будет вода. Так называемое инжектирование, то есть накачивание птицы водой, широко используется зарубежными производителями. Это, как оказалось, бьет по карману казахстанского потребителя. Ведь зачастую приходится платить не за куриное мясо, а за воду. Да и качество заморских окорочков порой оставляет желать лучшего. Отечественные птицеводы в один голос утверждают, что нужно в корне менять ситуацию. Это такая политическая проблема. Когда мы вступали в ВТО, обсуждались эти квоты. И американцы, американское правительство очень настойчиво. На любом уровне они это поднимают вопрос. И эта квота за нами осталась. Она распределяется Министерством экономики. У нас что? Самый эффективный путь ухода от этих окорочков – это воспитание потребителя. Завоевать полностью казахстанский рынок отечественным производителям сложно, жалуются они. Сказывается нехватка производственных мощностей. Местные птицефабрики сегодня обеспечивают рынок лишь наполовину. Выправить ситуацию, по мнению птицеводов, поможет дальнейшее субсидирование отрасли и усиление борьбы с серым импортом. У нас есть большие претензии к государственным службам, которые занимаются контролем качества и контролем завозимой продукции. Необходимо, чтобы все функции, которые включают техрегламент, контроль санитарных вопросов, ветеринарных вопросов, были в одних руках в Минсельхозе. Сегодня они разделены пополам. Половина вопросов в Минсельхозе, половина в Минздраве. Предложения и замечания птицевода в Минсельхозе выслушали и пообещали в них разобраться. Глава ведомства отметил, что решать задачи будут в тесном сотрудничестве с производителями. В течение этого года давайте мы обсудим и поймем действительно тренд. Вот сейчас с каждой ассоциацией обсуждаем, слушаем, пытаемся сделать какие-то корректировки и так далее. Рассказали птицеводы о ситуации в яичной отрасли. Здесь она намного лучше. Сегодня отечественные производители полностью обеспечивают продукции местный рынок. Более того, Казахстан экспортирует яйца в Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. В планах зайти на китайский рынок. В этом вопросе птицеводы также надеются на поддержку Минсельхоза. На данный момент в Поднебесной действует запрет на импорт казахстанских яиц. В семье презентовали новую коммунальную технику. Приобрели всего 8 единиц. 4 мини-трактора и столько же специальных машин. Техника многофункциональна. Машины были собраны на местном автосборочном заводе. На их приобретение из местного бюджета ушло более 147 миллионов тенге. Этой техники, на мой взгляд, недостаточно еще. Еще необходимо приобретать порядка 20-25 единиц хотя бы, чтобы выйти на тот уровень, который бы позволил нам закрывать весь объем. На сегодняшний день 213 километров дорог мы обслуживаем. Поэтому я думаю, что мы будем обращаться и к руководству города с такими просьбами, чтобы нам помогли пополнить парк специализированной техники. Лидерство, саморазвитие, мотивация. Эти темы обсуждали женщины на форуме «Жайна». Он состоялся в Астане. На этой площадке реальными историями и советами для достижения цели делились успешные бизнес-леди и мотивационные спикеры из нашей страны, России, Украины, Беларуси, Сингапура и США. Мероприятие ежегодно проходит в преддверии 8 марта. По словам организаторов, количество участников постоянно растет, как и масштаб форума. В 2018 году мы подхватили идеи развития трендов женского движения, женского лидерства и сказали, а давайте организуем форум для всех женщин. Это будет международный. И соберем более 500 человек. Сегодня у нас на форуме около 600, больше 600 человек присутствуют. Все они женщины. И это говорит о том, что такие форумы нужны в Казахстане. В Италии проходят парламентские выборы. 46 миллионов граждан решают, какой же из политических сил перейдет власть в стране. Аналитики предупреждают, исход может быть неожиданным. Из Рима передает наш СОПКОР Юлия Гончар. В 7 часов утра сегодня в Италии открылись избирательные участки. 46 миллионов итальянцев, имеющих право голоса, должны определить новый состав парламента. Каждый получит два бюллетеня. Розовый со списком кандидатов в Сенат и желтый для выбора депутатов Нижней палаты парламента. За победу борются три основные политические силы. Это правящие левоцентристы, правоцентристская коалиция Берлускони и движение популистов «Пять звезд». Возможность сформировать новое правительство Италии получит блок или партия, набравшая абсолютное большинство голосов или 40%. Экономические проблемы в стране и нелегальные мигранты – это два обстоятельства, которые больше всего беспокоят итальянцев и влияют на их политические предпочтения. Пришло время что-то делать, что-то нужно менять. Моим ровесникам сейчас приходится очень непросто. Из-за безработицы ситуация драматичная. В Италии сегодня работу невозможно найти. Людям не хватает уверенности в будущем. Ее отсутствие тревожит больше всего. Мы живем в постоянном напряжении и с ощущением нестабильности. Семья, дети, образование – эти проблемы нужно решать, потому что это вклад в наше будущее, в новое поколение. Если не нам, то им нужно дать возможность. Возможную победу на выборах аналитики пророчат правоцентристам и 80-летнему Сильвии Берлускони. Однако назвать результаты голосования очевидными нельзя. Неожиданный ревок могут сделать популисты пяти звезд. Не исключенный сценарий, в котором ни одна из политических сил порога в 40% не достигнет. Поэтому можно сказать, что грядущая ночь будет достаточно напряженной. В 11 часов вечера избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов. Юлия Гончарма, Смеляну, Вольпе, Хабар, 24, Италия. Германия преодолела политический кризис. Социал-демократы большинством голосов одобрили создание большой коалиции. На пресс-конференции в Берлине объявлено, что такое решение поддержало более 66% членов партии СДПГ. Это значит, что в стране будут править социал-демократическая партия Германии, христианско-демократические и христианско-социальные союзы. А возглавит правительство Ангела Меркель. Если говорить о министерских портфелях, то ХДС и СДПГ получат равное количество мест по 6. Напомню, прежде партии согласовали коалиционное соглашение. Переговоры о коалиции оказались самыми сложными и затянулись почти на полгода. Члены партии СДПГ большинством голосов поддержали предложение лидера партии. Теперь у нас есть ясность, что СДПГ присоединится к новому правительству. Это решение было непростым для социал-демократической партии. Это были важные и напряженные дебаты о создании коалиции. Наши партии сблизились, и теперь у нас есть силы, чтобы вместе двигаться вперед, как партия в правительстве и вести нашу страну вперед. На востоке страны подготовят гидов по сакральным местам Казахстана. В университетах Усть-Каменогорска планируют обучать профессиональных проводников. На первых порах студенты самостоятельно разрабатывают учебные программы, монтируют видеоролики об истории и архитектуре исторических памятников страны. Планируется создать многосерийные видеотуры о тайнах пещеры Хуныр-Аулие, мавзолея Худжа-Ахмета-Ясауи и других культовых объектов. Вот этот видеотур готовил в будущем наших специалистов в области туризма к подготовке вот этих туров по сакральных местам и журналистов к тому, чтобы они умели правильно и грамотно освещать вопросы сакрального туризма. Какой дом в Караганде самый старый? Кто построил первые шахты? Когда в последний раз здесь видели туранского тигра и где сейчас можно увидеть дикие орхидеи? Эти и другие интересные факты из истории Карагандинской области будут исследовать юные краеведы. В городе начал работать клуб любителей истории Жидигер. В планах изучение архивных материалов, научно-публицистической литературы, посещение музеев и исторических мест региона. Участники будут собираться в областной детской библиотеке. Ее сотрудники заметили, что ученики обращаются за исторической литературой в рамках лишь школьной программы. А работа же клуба будет направлена на более глубокое изучение родного края. Рецепт работы – это исследовательский сбор материалов, исследование материалов и преподнесение этих материалов своим сверстникам. То есть мы хотим, чтобы дети Караганды и Карагандинской области могли сами рассказать об истории своего города, своей области, о культуре, о традиции, о побычах, о змеиных людях. Свыше 5,5 миллионов книг сейчас находятся в западно-казахстанских библиотеках. По объему книжного фонда и числу читателей этот регион в пятерке лидеров рейтинга библиотечной системы нашей страны. Получая в год до 70 тысяч новых книг, специалисты постоянно работают над оцифровкой фонда. О новых проектах в сюжете – Бутагос Базарбаевой. Сара Кушалиевна с гордостью рассказывает, даже в трудные 90-е, месяцами не получая и без того небольшие зарплаты, ее коллеги-библиотекари не ушли за лучшими заработками, остались верны профессии. В областную библиотеку она пришла методистам 33 года назад. Многочасовая, кропотливая бумажная работа той эпохи сейчас выполняется в компьютере. Книгу можно найти в считанные секунды, а читать в телефоне. Я преподавала в школе, и в моем понимании тогда работа библиотекаря заключалась только в выдаче и приеме книг. Только став библиотекарем, я поняла, что начиная с регистрации новой книги, вся работа – сложнейший технологический процесс. Нужны большие знания, эрудиции и ответственность. Первой ласточкой цифровизации библиотек стали электронные каталоги, и сейчас цифровой формат переводят сами книги. Электронные версии книг-классиков в Уральске размещены на остановках и вокзалах. В проекте разместить штрих-коды произведений в школах и колледжах. Труд библиотекаря только непосвященным кажется легким, отмечают сами книгохранители. Конечно, зарплаты желают оставлять лучшего, потому что библиотекари – это те работники культуры, которые должны… Это широкий профиль специалист, я хочу сказать, что если музейный работник должен знать историю и конкретно про свои экспонаты, работник концертной организации исполняет свои песни, а библиотекари – это те работники культуры, которые должны отвечать и иметь ответ на все вопросы по всем отраслям знаний. Я сюда пришел по рекомендации моей мамы, она сказала, что эта библиотека очень хорошая, тебе понравится, заходи, здесь очень много литературы, проходила регистрацию, и уже на второй день мне разрешили свободно пользоваться любой литературой. Эту книгу я взял, чтобы подготовиться к Олимпиаде, к регатам. Только в областной библиотеке имени Жубана 22 тысячи читателей, в регионе свыше 300 тысяч постоянных посетителей библиотек. Книга не теряет популярности даже в век гаджетов, и виртуальное вообще не отмечают специалисты. Она уже стала частью цифровой эпохи. По Тогосбазарбаева была Джарл Гасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар-24. В этом году отечественное телевидение отмечает 60-летие. С этой датой нашу страну поздравляют партнеры из ближнего и дальнего зарубежья. Один из них известный китайский журналист Гао Юньцин, теперь уже независимый нью-йоркский корреспондент утверждает, что в информационную эпоху выросла значимость и ответственность телевидения. И поэтому иметь разветвленную корреспондентскую сеть по всему миру – это необходимость. По его словам, журналисты за рубежом обеспечивают политическое, экономическое и стратегическое партнерство, а еще продвигают традиции и культуру своей страны, что увеличивает взаимопонимание между народами, помогает налаживать связи. Прежде всего, я поздравляю вас с 60-летием казахстанского телевидения. Поскольку наш сосед Казахстан постоянно развивается, его информационная индустрия, безусловно, также будет процветать. Я желаю, чтобы обе страны выросли не только в политической и экономической, но и культурной и информационной сферах. Футбольный клуб «Астана» стал обладателем Суперкубка Казахстана. В 2018-м он держал убедительную победу над алматинским «Кайратом». Игра закончилась со счетом 3-0. Первый тайм сыграли в ничью, а во втором на 59-й минуте счет открыл Иван Маевский. После полузащитник «Астаны» Марин Тумасов забил еще два гола. Столичная команда стала победителем Суперкубка в третий раз. Я думаю, что во втором тайме мы полностью доминировали. Абсолютно заслуженно забили голы. И у нас были еще моменты. Самое главное, что мы очень организованно и дисциплинированно сыграли в обороне во втором тайме, что нельзя сказать о первом тайме. Хотел бы поздравить Станемира Стоилова. Я думаю, что это первого чертевого победа. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Хорошего продолжения суток. Субтитры подогнал «Симон»